Защита от снайпера Полицейский офицер Сун Энь внедрен под прикрытием в банду, занимающуюся торговлей наркотиками. Долгая подготовка к захвату завершается успехом. Полиция готова брать наркоторговца Су Куня во время очередной сделки. Но накануне захвата Су Нэнь узнает, что через Су Куня можно выйти на еще более крупную рыбу, наркобарона Фань Ма, так что Су Нэнь организовывает Су Куню побег. Но теперь преступники настороже, и Су Нэнь оказывается на грани раскрытия. В силу особенностей цензурной политики Китая, авторы полицейских боевиков имеют заметно меньше простора для творчества, чем кинематографисты, работающие в других жанрах. На этот жанр накладывается очень много ограничений и требований, что неизбежно приводит к тому, что периодически появляются довольно похожие сюжетно фильмы. У Защиты от снайпера тоже есть свой двойник. Боевик – операция по борьбе с наркотиками, причем вышедшая в китайский онлайн-прокат всего за две недели до нее. В обеих картинах главный герой – полицейский под прикрытием, внедренный в банду наркоторговцев. В обеих картинах сюжет начинается с полицейского захвата, в ходе которого наш герой сбегает вместе с наркоторговцем, чтобы позже выйти через него на кого-то более значимого. В обеих картинах у героя есть девушка-коллега, которая не верит в то, что тот решил перейти на темную сторону и пытается разобраться в ситуации снаружи. И естественно, в обеих картинах герой оказывается на грани разоблачение, потому что теперь другие члены банды ему не верят и следят за ним в оба. Ни один из этих фильмов не сорвал куш в онлайн-прокате, но защита от снайпера заработала все же чуть больше предшественника. Главным образом, потому что это более динамичный и боевитый фильм, по крайней мере в этом уверяли рекламные ролики. Если в операции по борьбе с наркотиками действие преимущественно ограничивалось диалогами и напряженными сценами, то в защите от снайпера герою часто приходится пострелять и помахать кулаками. Тем более, что главную роль здесь исполнил Брюс Се, одна из наиболее популярных экшен-звезд, так сказать, второго эшелона. Брюс Се начал сниматься в кино еще подростком, а в начале эпохи онлайн-кино сыграл в нескольких довольно популярных боевиках, но со временем превратился в звезду интернета, монетизирующую свою известность продажами разных товаров. Тем не менее, череда скандалов и неудачных вложений заставила его вновь обратить внимание на кино. И на этапе анонса «Защита от снайпера» Се рассказывала в интервью, что это будет дорогущий блокбастер за 300 миллионов юаней с участием Джеки У, а главного злодея сыграет Сильвестр Сталлоне. По итогу, фильм обошелся в сумму почти в 40 раз меньше, а полноценными звездами в касте даже не пахнет. Но самое печальное, что собственно боевые сцены тут не идут сравнения с тем, к чему нас приучили китайские онлайн-боевики за последний год. По факту, получилось абсолютно проходное кино. С какой стороны на него ни посмотри.